всем привет дорогие друзья это павел георгиев это видеоблог онлайн тур агентства георгиев travel сегодня мне занесло в гонконг а конкретно я приехал в диснейленд а точнее друзья не так я приехал в гонконг это только начало моего путешествия я конечно же решил отправиться по главным местам я точно считал что надо попасть сюда и из аэропорта была самая ближняя точка поэтому первым делом прям сразу с аэропорта с рюкзаком своими вещами приехал в гонконгский диснейленд сейчас мы с вами прогуляемся посмотрим как же здесь все выглядит в общем сейчас все посмотрим друзья самое главное что я уже здесь мне действительно это интересно самое главное друзья интересно должно быть вам потому что я это показывает целью гонконг безвизовая страна вы сюда можете придать даже с пересадкой как я прилетел с пересадкой без визы и в том числе с острова хайнань можете прилететь сюда семьей с детьми или просто без детей диснейленд нагуляться навеселиться и вернуться например обратно на остров так что для этого я снимаю этот выпуск и покажу здесь все по максимуму для вас поехали здесь встречает такой фонтан дельфин на котором микки на серфе это такое определенное место встречи и дальше мы двигаемся но причем здесь есть еще и отель как я понял рядышком так что можно ну как обычно это во всех парках и бывает проживать в отеле здесь же соответственно гулять мне кажется прикольно было бы выехать в город здесь у нас досмотр а дальше так понимаю у нас билетные кассы сейчас мы как раз это и сделаем так в этом месте надо загрузить приложение для того чтобы правильно все ориентироваться вы можете тоже потом отсканировать и загрузить сразу заранее ну я сейчас не буду грузить приложение потому что у меня телефон снимает меня поэтому я найду печатную обычную карту и пойду уже глупо я уже что-то потихонечку начинаю даже видеть отсюда как чё у нас по ценам что 39 719 и все в их долларах ну в общем-то доступно точных игр с их везде цена такая в общем во всем мире микро даже в россии цены на парке какие-то как же стоит здесь вот стоят такие замечательные ребята которые направляют по кассам холл план далась есть один властами окей can pay card опять же мне уже газпром должен доплачивать это карточка газпрома с которой я сейчас буду оплачивать собственно билет сюда написано тарван тарту тарфи это как раз дни недели когда и вот сегодня тарван то есть 700 99 гонконгских долларов умножаете грубо на 12 это что у нас получается ну примерно чуть меньше десяти тысяч рублей в абу-даби везде парки и даже стоящий парк примерно то же самое все стоит поэтому не удивляйтесь цене это как бы нормально у вас все будет включено любой аттракцион территория ходите гулять где хотите так что в общем друзья все прошло гладко и даже пин-код не спросил так что все оплатил двигаюсь уже в сам парк так сейчас я вот такой красивый билетик отдам не пропитывать все друзья мы с вами в парке на что она встречает вот такие картины кстати по погодке супер и я еще и летел сюда думаю блин погода не солнечная как-то может не то но вообще самый раз не жарко и мне кажется это самое да и не карте уверен идеальная погода для парк и не душно чуть-чуть влажновато ну очень комфортно друзья комфортно так что пойдемте смотреть что встречает нас как обычно город мультяшный диснеевский здесь будет всякие разные шоу вот там уже вижу паровозики ездят и таянки эти как подготовились пришли сразу с бантами так эта станция главное возит куда-то вот она то самое местечко которая есть во всех мультиках ну что двигаем прямо туда аж цель все посмотреть все есть конечно празднично а самое главное друзья не жарко я вот если честно недавно был когда в ясленде там прям было очень жарко ну классно было что все было на самом деле крытая да здесь прикольно что и на открытое пространство все есть я так понимаю это все у нас кафешечки кондитерский fast food и так наконец-то я увидел карту что у нас есть так это тоже аттракционы как есть до приложение бы наверное надо скачать так получается я вот здесь сейчас прошел вот это мы видим это и вот здесь поехали все различные аттракционы а еще прикольно здесь подсвечено где можно сделать классные фото вот например в этом месте tomorrow land здесь уже у нас начинается как аттракцион только что идет кораблики летают такие вверх там нас такая более для малышей я как понял с той стороны уже для постарше в общем я понял надо идти все все стоять надо идти пойду там все оставлю как обычно в том заберу так что камеры хранения них нету вот двигаю на аттракцион смотри если малышей пускают значит не так страшно но это не точно потому что выходили на том и джерри warner bradess и и там со 100 сантиметров пускали здесь тоже пускаю 102 но там было прям маленько трешово вот дети у меня маленько под офигели маленькие но ничего посмотрим так что особо отметил очень многие что приезжает каком-то костюмах каких-то нарядах миграция да прикольная тема приезжать парк аттракционов в каком-то наряде в общем сейчас мы как-то полетим оденем очки и погнали и так друзья я уже в очках у нас есть вот такие двери мы засадимся и погнали будет такой поезд и там будет шоу например на подобное видео будем поток от ассоисит научиться смотреть попробую снимать я сниму конечно но удивление друзья даже никто камеру не убрала не спросил здесь получается такой зал кабинка ну как типа это капсуле я как он сидит на дай ло что-то вот он и си полное погружение рельм а киписы сомнай я послужен как обычно кого-то спасать будет сейчас Ну в общем все, с этой стороны зашли и вышли, прикольно погоняли. Так, ну что, Iron Man, посидели мы, в общем достаточно не страшный аттракцион, прикольный и вы знаете, первое ощущение по Диснейленду, это мой второй Диснейленд, первым я был в Париже, мы с женой ездили, совсем недавно были на Эксленде, мне нравится, что есть на открытом все-таки пространстве и сейчас не жарко. И понравилось то, что аттракцион не трешовые, потому что когда они трешовые, как бы ты думаешь, идти или нет, или может уже маленько привык. Ну и атмосферка классная, и вот несмотря на то, что много очень людей, достаточно быстро очередь прошла, мне кажется, я простоял такой длиннейшей очереди, наверное, не больше минут пяти, может быть семи максимум. Пока здесь у нас сейчас шоу, как-то проходит, собрались все супер герои. Ну, в общем, поняли, не буду я уже все показывать часами, все представления, надо сейчас погрузиться. Кстати, лайфхак, ну это, в принципе, во всех парках, я думаю, вы знаете, водичка, бутылка Sprite Cola стоит 30 местных долларов. Смысл в чем? Что здесь, возле района туалетов, стоят фонтанчики, и можно набирать воду, поэтому не переживайте, знаю, для многих это такая история, поэтому можно смело купить бутылочку, потом набрать, не проблема. Так, подкортов здесь, кстати, очень много. Так, здесь у нас что-то, что-то тоже, какая-то ракета, народу так приличненько. Ну, я так понимаю, это все звездные войны, на том, так же будем летать. Вот она, ну, вверх-вниз, поднимается, опускается. Ну, такая детская, детская часть у нас. А вот здесь, кстати, прикольная фишка, смотрите, 30 минут ожидания, то есть, если вы пойдете, будете 30 минут стоять в очереди. Ну, я не думаю, что нам достает 30 минут в очереди. Мы пройдем, еще что-то посмотрим, потому что наша цель, как говорится, вас, моя цель, вас немножко вдохновить на такое времяпрепровождение. Да, напомню, что мы можем с Хайнань сюда отправиться, денек-два тусануть и вернуться. А можем просто прям специально сюда поехать. В этой части у нас получается для малышей все, то есть, небольшие аттракциончики. Мы сейчас с вами немножко пробежимся по ним и тоже посмотрим. Так, здесь у нас шоу проходит, и вот, обращу внимание, здесь тоже время написано 16-30. Никого по этому народу нету, потому что еще оно не началось. Так, двигаем дальше. Вот это, я так понимаю, что-то похожее из Alice's Strange Death. Он называется Small World. А, ну ты совсем для малюсиков получается. Так что прикольно, идемте глянем, это нам интересно тоже. Друзья, пока иду, я так еще не раз в выпуске не сказал, может быть, кто-то залетел на мой канал первый раз. Я занимаюсь продажей оформлением туров онлайн по всей России, с договором, с чеком, все как положено. Есть у нас классные решения, классные идеи, отличная команда, которая воплощает ваши мечты в реальность. Ну, а наша задача, друзья, с вами, чтобы ваши ожидания от отдыха все совпали с реальностью. У нас нет задачи вам что-то продать, мы стараемся вас вдохновлять новыми идеями. И вот одна из идеи это Disneyland в Гонконге. Так что обращайтесь, ниже под видео есть все ссылочки, в WhatsApp, в сайт, вы можете позвонить нам, написать, можно голосовые. Так что ждем, друзья, и пойдем дальше продолжать исследовать этот Disneyland в Гонконге. Мне нравится, что есть камеры, можно везде, это классно. Я не знаю, что это такое, не изучал, друзья, я не очень подготовился, конечно, к этому делу, надо было все изучить, посмотреть, но я как бы люблю, кажется, экспромт, первые эмоции, впечатления всегда прикольно. А, как хорошо прохладненько-то, красота. Хотя на улице, я говорил, тоже комфортно, но с моим вот этим рюкзачком, со всеми вещами, которые я взял в поездку, не на один день, конечно, не очень. Так, тут у нас тоже есть какое-то ожидание, но, я так понимаю, оно тоже будет недолгим. Там было написано, но я что-то проглядел. Так, у нас тут какой-то вагончик, и поехали. Прикольно. А вот для меня, друзья, знаете, что сейчас дошло? Сразу, как говорится, что думаю, то говорю. Вот все, кто оделись вот в эти все наряды, да, как бы Микки Маус, все такое детское, я думаю, да я не думаю, я уверен, это тебя сразу погружает в эти же детские эмоции, и ты максимально вовлекаешься во все аттракционы. Вот я об этом даже не думал. Я думаю, если мы ездили в тот парк и оделись бы в разные костюмчики, было бы гораздо прикольно. Это то же самое, как на утренник прийти, да, в каком-то костюме, и настроение совсем уже такое же, да, такое-то праздничное. Так что, берем на заметочку, друзья, и если едете с детьми, пусть они с собой берут тоже какие-то прикольные штуки, ну, или здесь можно что-то прикупить. Я думаю, это будет прям весело. А что, друзья, мне нравится здесь очень быстрая загрузка, и эта очередь, и она вообще гигантская дно будет. А она прошла просто, да, за какие-то 5 минут реально. Так что, выдвигаемся, плаваем. Итак, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ну, детский аттракцион, но все равно прикольно. Вот тут поверху шарики летают, и все встречаются. Я как понял, здесь мы едем, и есть разные страны. Кукольная история разных стран. Ну, для малышей прикольно. Для таблички пропустил, но точно по странам. Так, ну что, двигаемся дальше. Малышовый аттракцион посетили. Надо поизучать, что еще здесь есть. По погодке, кстати, мне кажется, это еще лучше становится. Время у нас уже 4-й час, и прям очень комфортненько стало. Мне уже даже вообще не жарко за трюкзачком. Так, здесь у нас туалеты. Это не аттракцион. Еще раз подчеркну, очень много всех таких каких-то элементов. Я уже задумался, может, мне тоже что-нибудь взять, чтобы поймать дополнительно это настроение. Я так понимаю, это, наверное, одна из таких более страшненьких. Потому что слайдер, так понимаю, вон там кто-то кричит аттракционов. Ну, очередь тоже есть, но я так тоже понимаю, не очень большая. Я так и знал, что будет все сверху вниз. Ну, не зря стоял в такую очередь, не зря. Было забавно. Не было, на самом деле, прям супер страшно, но было прикольно. Прям весело, знаешь. Какой-то момент, хоп, кажется, сейчас будет супер страшно. Или какой-то резкий обрыв, но было прикольно. Так что не зря я стоял у него. А самое забавное, что здесь вообще почти народу нет. Видимо, вечерок. А, сейчас шоу начинается, поэтому многие ушли на шоу. Так, ладно, попробую куда-нибудь еще добраться. В целом, достаточно весело. Весело и не страшно. Поэтому с детьми, особо подчеркиваю, с маленькими, можно прям смело отправляться, потому что есть иногда прям не очень. А тут все лайтово, миленько, так что хорошо. Так, а пойду-ка я зайду на футкорт, посмотрю, чего тут. И с чем тут кормят. Итак, у нас тут различная, кстати, нормальная, в общем-то, полезная еда. Вполне себе. Только цена 200. Это у нас не очень экологично. Ну, как бы, в принципе, как бы, что мы хотим в Диснейленде. Вот. Как бы рад тому, что есть не только фастфуд, потому что вот мы были с женой в Диснейленде давно уже. Относительно разные варианты. Разно выглядят. Заходишь в кафе, один фастфуд просто чипсы, бургеры и больше ничего. Так что это, как бы, достаточно хорошо. Все фотографируются, как я говорил. Так, это у нас башня Эльзы. Так, тут я не был еще. Стою на аттракцион Эльза. Надеюсь, здесь будет все побыстрее, хотя очередь тоже здесь такая приличненькая на самом деле. Но ничего, постою, потому что хочется попробовать, показать вам тем более. Здесь с камеры можно зайти, и это очень радует. А на других аттракционах, на других странах с камерой прям категорически телефон. У них все есть карманы. Поэтому прикольно. Посмотрим, постоим. Очередь на самом деле очень быстро двигается. Вообще, еще хотел дать пару советов по посещению таких аттракционов. Во-первых, сюда, конечно, лучше приехать на весь день. Это лучше сделать с утра. Потому что я вот сейчас опять прилетел, как и в прошлый раз, и мы тоже и побыстрее, и быстрее, и быстрее, как говорится, с корабля на бал. Ну, это потому что у меня тут время немножко ограничено. А так, если приехать, лучше спокойно отдохнуть, собраться и с самого утра отправиться на такие мероприятия. Провести здесь весь день. Я считаю, здесь, конкретно в этом парке, одного дня будет вполне достаточно. Миксануть его, соответственно, с развлечениями и шоу. И дальше, соответственно, вечернее шоу. И потом уже, соответственно, отправиться домой. Транспорт здесь хорошо развит. Здесь есть автобусы и даже поезд сюда приезжает. Я не очень понял, это просто какое-то метро или, ну, как бы, станция определенная, ЖД. Ну, в общем, все здесь очень развито. Можно двигаться как угодно, и, конечно же, в том числе такси. Так что логистика вообще никаких тут проблем нет. Карты принимают, наличные принимают, еда есть, все есть. Так что весь день здесь можно, конечно, спокойно, легко взять. Единственное, как дам совет, как я сейчас купил, что-то считал в штабе в голове, да, 30 долларов, это прям что-то перебор за воду. Даже в Эмиратах вода стоила чуть дешевле. Ну, это не суть важная. Вы в такое место приехали, это, как бы, можно потратиться, ничего страшного, да. Но самое, говорит, обидное бывает, что ты отходишь, а там за углом стоит туалет, а возле него фонтанчик с водой бесплатный. Потому что, в принципе, как бы, в Китае нет такого, чтобы вода была, как бы, под запретом, да, или только за деньги. Вот, поэтому, ну, ничего страшного в этом теперь есть. Бутылочка лежит в рюкзаке, и я спокойно могу теперь дозаправиться водичкой. Ну, все, стою, жду. Прозен, Элиза, аттракцион. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень прикольно. Прямо все как-то настоящего. Реализация просто, как будто он реальный мультфильм. И так, ну, что теперь сказать. Вот после этого шоу действительно теперь хочется зайти в магазин. И это, как бы, ну, не просто, как говорится, прикол. Потому что очень реалистично все. Вот фигуры, я думаю, вы сами видели. Вот просто обычно там какая-то вот такая кукольная история. Здесь как будто они настоящие из мультфильма. При этом они как куклы, ну, живые. Поэтому очень прикольное шоу. Спокойное, классное, размеренное. И мне очень понравилось, правда. Еще в конце там такой резкий спуск. И тут, кстати, вот такие водки потом. Надо себя найти. Где там кто, где я снимал. Сейчас я найду. Так, да, вот здесь. Вот мы. А еще я заметил, здесь коляски вот такие. Прокат выдают. Не надо с собой коляску брать. Можно взять здесь. Так, а то у нас еще что-то. Так, здесь, так понимаю, шоу. Да, вроде как шоу. Здесь я монет был удачный попал. Потому что на арте я посчитал и поставил 40 минут. Ну, оно стоило того, конечно. А здесь, смотрю, у нас прям первая очередь практически. Наверное. Так, все. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, я как понял, я обошел основные все, скажем, карусели. И могу сказать, что это классный, семейный, вот без страшных горок, действительно уютный Диснейленд. Даже не знаю. Конечно, с одной стороны, кажется, такой light версии, да. А с другой стороны, как бы, а зачем какой-то парк, от которого потом еще надо трястись. Вот я, если честно, опять же, сравниваю с семейной поездкой на остров Ясс и некоторые аттракционы. После них, как бы, дети даже боятся. Здесь все аттракционы классные, милые. И после них действительно остаются приятные ощущения. Да, это не гигантский парк, как в Диснейленде. Там еще было всяких кучу разных страшных горок. Здесь я их не нашел, на самом деле. Ну, очень все мило, друзья. Поэтому, конечно же, рекомендую. Приезжайте с детьми сюда. Будет очень весело, атмосферно. И приятное ощущение останется точно. Это я вам гарантирую. Так, ну что, я все обошел, все посмотрел. Уже, если честно, маленько подушатался. Поэтому пора двигать в отель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова